Ёлочку поставили во дворе. Тут такие смешные большие куклы стоят. Их, по-моему, ещё на масленицу ставят. Снеговик. Даже мусорное ведро украсили. А самое главное надпись. Спасибо, что не ломаете для вас. Так, без таких надписей, к сожалению, будет, наверное, всё сломано. А мы уже после поликлиники. Немножко прогуливаемся. Гриша в моей шапке. Потому что Влад ему одел очень тёплую шапку. И у него голова прям там вспотела. И мокрая шапка. Башню? Да. Как башню. Снежную башню. Кто от меня убегает? Гриша. Не убегай. Мы там быстро в замазку глянули. Дешевые маленькие. Затирочка. Вот, затирочная смесь. Куда нам столько много? А нет и пробников. Нам как раз пробник нужен, да? Да, да, да. Ну вот это, ну куда нам столько? Перезамазить старое всё? Мы сошли в Леруа. Не видно? Поменьше. Сейчас поедешь. Сейчас баловаться будем. Сейчас. Сейчас застынет уже скоро. И это, я там почищу, тогда и приклею. Надо сегодня приклеивать. Так может завтра? Когда? Вечером, когда вы искупаетесь, и Гришу спать уложу, и ночью будешь клеить. Затирочка. А что это будешь баловести мать? Короче говоря, я так долго не снимала влоги, а в принципе и в нашей жизни ничего. Не поменялось. Всё те же ремонты какие-то вечные и бесконечные, потому что всё делается в кривий в кость. Оно делается всё впервые практически. Там вот плитку положить в ванне, в той же. И где-то вечно какая-то недоделка остаётся. А утром сегодня было волшебное сообщение от свекрови, что она в новогодние праздники к нам едет в гости. Влада это очень быстро подстёгивает. И таким образом мы его доказали в Леруа. Дело в том, что в ванной я не показывала. По-моему, да, ремонт в ванной в туалете это вроде так и не показывала. В общем, там Влад наклеил диван со стенкой. Он пластиковый бордюрчик этот сделал. Он очень быстро треснул. Там проявился герметик почему-то в розовый цвет. В общем, это всё так выглядело погано. И буквально недавно меня это всё взбесило. Я просто взяла в очередной раз, когда мыла ванну, я это всё оторвала. И оторвала, потому что, я думаю, если я это не сделаю, у нас это ещё очень долго будет. Это очень сильно портило вид ванной. Там и так как бы не идеально. Но про идеальность я уже, знаете, отношусь к этому легко. Тут смотрела как-то недавно обзор квартиры, европейской какой-то. И там вот хозяйка квартиры, она говорила, что в Европе люди очень легко и просто относятся к ремонту. Они чисто косметически так освежают, но у них нет вот этой педантичности, чтобы вот прям вот всё было, как у нас это евроремонт любят называть, чтобы всё было там чин-почин, чтобы было ровно, аккуратно, прям всё так по высшему разряду. Там плитониты какие-то там эти, ламинаты, не ламинаты, паркеты, не паркеты, да, там линолеумы какого класса, они так не заморачиваются. У них вообще этого нету. И вообще обои у них в таком количестве на рынке не представлены, как у нас, потому что по большей части они вообще просто цвета, ну, стены красят в однотон, краской. И, короче говоря, вот, Влад, там керамические уголки мы решили. И сейчас, когда я оторвала пластиковый уголок, затирки, часть вот этой там на ширине не было у плитки. Влад, получается, клеил этот уголок до того, как сделал затирку. Получается так. В общем, он там сейчас затирку сделал внизу и ждёт, когда она высохнет. И я говорю, что пусть уже может быть до завтра, чтобы наверняка она всё просохла, и уже поклеешь эти бордюрчики керамические. Но он меня, как всегда, не слушает, поэтому получается, как получается. Так, девочки, у меня сейчас будет приятное занятие. Я буду упаковывать подарки на Новый год. Сортировала сейчас подарки. Смотрела, что у тебя, кому. В общем, конечно, хорошо быть ребёнком. Грише в этом году подарков очень много, потому что уже у него какие-то интересы проявляются. Уже понятно, что хочется и подарить. Как-то так. Вот. И я, если честно, смотрю на наши подарки. И думаю, может быть, их как-то на какой-то другой праздник, вспоминаю, какой следующий 23 февраля, а потом день рождения только. Думаю, вроде как долго. Но с другой стороны, ну ладно, пусть на Новый год будет много подарков. Дело в том, что я вот для Гриши покупала за пару месяцев, за три месяца некоторые игрушки, игры. И их откладывала. Не стала ему сразу их дарить. И так они накопились. Накопилось. Ну, сейчас покажу ещё книжки. Книжки мы ему подарим. Мне очень нравится такая вот серия. В лесу. Потом в Африке. На полюсе. Есть ещё книжка на воде. Сказка. Ну, как рассказы такие там. Но я что-то как-то пропустила. Сейчас я вам покажу. Вот эти замечательные иллюстрации. У нас есть про животных. Я потом как-нибудь в следующий раз покажу. Что у кого дети есть, знакомые дети. Вот дарить в подарок. Я вот от всей души просто рекомендую. Потому что такие иллюстрации настоящие. И здесь, понимаете, тут описано жизни животных. Вроде как бы рассказ такой, да. Он такой ненавязчивый, небольшой. Но при этом даёт полное, настоящее, реальное представление о жизни животных. Очень интересно, конечно, разглядывать вот эти картинки. И послушать рассказы розового фламинго. Мы, кстати, про животных Африки сейчас с Гришей изучаем. Вот всех этих животных. В общем, вы видите, да. Не надо никаких лишних слов. Всё очень интересно. В общем, мне очень нравится. И это я покупала на Валберес и в Азоне. Что-то на Валберес, что-то в Азоне. В фикс прайсе купила про динозавров. Пока он ими не очень ещё увлекается. Вот полная энциклопедия. Как они что называются. Вот мальчики 4-5-6 лет. Они увлекаются. Гриша будет в январе 3,5. Думаю, может быть, ему начнёт заходить. Потому что он очень любит Змея Горыныча. Мальчишкам выходы агрессивной эмоции. У них происходит через игры. Сейчас Гриша любит всяких богатырей. Вот этих Змея Горыныч. Кощей. Он одного там, Влад, ему солдатика придумал, что это Кощей. Вот это его вся тема захватывает. И через них выброс негативных эмоций происходит. Через игру. И в том числе через динозавров. Это я психологов наслушалась, девочки. Делюсь с вами. Это вот книжки подарим. Вот здесь вот игры. Каркуша и маленький сад. Зайчики. Игра настольная. Это я что-то слушала. Доброе сердце. Слушала где-то, читала отзывы. Там вот про игры настольные. Лепка. Это в фикс-прайсе я покупала. Он любит лепить с пластилина, с теста. И вот такая вот игра. Тоже настольная. Пингвины. Тут такая льдиная. И надо, чтобы пингвины удержались. Так, это Гриша. Подарки. А, самое главное, девочки. Шлем. Его мечта. Летом мы были в Изгорске. И там в палатке, где все там для туристов продается, он увидел шлемы разные. И у него просто вот мечта иметь шлем. Как у Невского это шлем. И вот такой вот шлем ему завтра подарит Дед Мороз. Так, подарю. Ой, подарю. Покажу, что для Влада. Вот такой вот триммер. И вот здесь вот у меня прячется на тот случай, если он вдруг зайдет, чтобы сразу не видел. Запакованная книжка. Я на Азоне ее заказывала. Кстати, смотрите, шлем, да? Перекликаются подарки для папы и для сына. Очень Влад хотел изучать скандинавские мифы. Он вообще любит мифологию очень сильно. И вот я ему такую книжечку. Тяжелая такая. Потом для брата полностью готовый подарок. Это концентрат для ирригатора. И, собственно говоря, вот такой вот ирригатор. Маме. Тут килограмм орехов Макадамия. Но, если честно, я что-то смотрю через упаковку и не могу понять, насколько они хорошие. Я думаю, что, может быть, скорее всего придется зайти на рынок. Посмотреть на рынки, какие у нас. Купить там. А эти нам уже оставить. Потому что у меня сомнения закрадывает. Неприятно будет, если я подарю не очень хорошие орехи Макадамия. Вот. А папе будет коньяк. И конфеты. А маме, кроме орехов, я... А, чай. Будет чай. Я еще не... Она в Фаберлике, кстати, заказывала там чай. И хочу вот оттуда чай маме. Получу завтра заказ и чай положу. Так, детишка. Вот это для мальчишки от одного. Завтра в гости придет. Аквамозаика с динозаврами. Хот Виллс любит машинки. Пенал. Скоро к школе пусть готовится. Такой маленький века. И динозавры с машинкой. Там это не сломано. Это вот часть машинки. Она меняется. Может меняться. Для его сестренки. Духи. Тоже аквамозаика. Бусики. И вот такая магнитная... Три магнитные куклы. Я помню, в детстве любила картонные куклы. Мне кажется, девочкам все равно во все времена что-то такое похожее. Интересно. Так. Это вот еще для одной девочки набор косметики. И тут всякая кошачья тема. С заколочками. А самое тут прикольное. Тут есть кот. Такой вот. Похожий на Диккенса. Но я думаю на голове пририсовать ему черное пятнышко или нет. Пока сомневаюсь. Так. Это другим детям. Это маленькой девочке двух лет. Подарок. Вот книжки там. У Гриши есть только вот один мишка. Половина. Он очень любил играть. Постоянно там эти штанишки, кофточки менять. А тут парочка. И это две сестры будут. И второй сестре подарок для куклы. Одежда. И украшения тоже. В общем, детей много. Девочки. Чувствую себя, да, Дедом Морозом. Потому что пока готовишь каждому ребенку, что ты думаешь купить, это вообще даже не знаешь. Фу, я аж вспотела, пока это все перечисляла. Еще брат мой, Костя, Крестный получается, подарит Грише подарок. Родители, бабушка с дедушкой. И Крестные. Что-то я вот думаю, не переборщила ли я с подарками. С другой стороны, вот эти настольные подарки, настольные игры, да, вроде бы они полезные. Думаю, ничего страшного, если подарю все разом. В общем, я не знаю пока, как вы думаете, как вы посоветуете. Я, кстати, у многих видела, что дарят вот в больших количествах разнообразие подарков. Кто-то, может быть, дарит один, более такой крупный. В общем, я не знаю, не переборщим ли мы сейчас все подарив, а потом пауза будет, что вообще ничего не покупаем. Может быть, как раз вот у ребенка прививается вот это вот ощущение праздника за то, да, когда вот изобилие подарков, там мечты исполняются. А еще завтра на Валберес получу маленький набор богатырей, там четыре штуки. Завтра вот к нам Дед Мороз придет и вместе со шлемом подарит ему. Короче, вот. И вот сейчас я смотрю вот эти кучки, да, вот такие, эти подарков отдельных. Тоже так думаю, на следующий год что-то, может быть, на эту сумму купить более существенное. Но опять-таки не знаешь, да, начинаешь думать, выбирать и как-то. Ладно. Это об этом я уже буду в следующем году думать. Сделать как в этом кучкой разные. И зато сейчас упакую, и детям будет интересно открывать, открывать, что там, что там. Так вот. Еще совсем забыла, в стороне лежал. Подарок для крестницы. Ей 15 лет будет в феврале. В общем, у нее вот такая кошка Камила. Вот. Есть блокнот с замочком. Для девочки, я думаю, важно. Носочки. И такая ручка с лапкой, гибкая ручка. И плюс конверт с денежкой. Я ей положу. Все-таки подросток, 15 лет. Как бы это так, маленький антураж к подарку. Кстати, вот про конструктор, который я говорила, что на почте купила. Тут вот человечки. Но это я отложу уже ко дню рождения, Гриша. Потому что это перебор. Это все равно 6+. Сейчас не буду. Девочки. Долго это занять, упаковывать подарки. Причем я не все упаковала. Основные это то, что завтра надо будет подарить. Частично. Ну, полностью брата упаковала. Частично родителям. Решила в пакет положить просто то, что подарю. И упаковочные пакеты отдельно. Чтобы все это не перемялось. Потому что нести будет неудобно. Вот. И практически все. Время прилетело очень быстро. Уже третий час ночи. Гриша спит у нас в комнате. Ближайшие дни новогодние он будет там спать. Потому что будут гости. И уже в этой комнате уже ладно. После новогодних праздников вернется в свою комнату. А я тут шуршала, как мышь. Это скотч. Туда-сюда. Шумный такой. Но приятное занятие упаковывать подарочки. Хотя это у меня все так криво и косо. У меня все время ожидание и реальность расходятся. Я представляю, так все красиво будет. Но на деле все попало. В общем, надо будет еще у Гриши как-то порядок навести. Дойти до сюда. Тут на столе вот эту я стилю. Видите, пластилином занимается. Я сейчас убрала этот лего. Убрала лего. Потому что когда дети приезжают, приходят в гости. Это просто кошмар. Во всяком случае, двоюродные. Здесь такой битлам творится, что просто не передать. Я уже предвкушаю. И мне очень-очень будет обидно за этот лего. Он дорогой. Только подаренный. Еще не наигрались. И куча мелких деталей. Все разберут, рассыпят. Может быть, да. Скорее всего. Поэтому я лучше от греха подальше. Его спрячу. И достану уже, наверное, когда бабушка приедет. Потому что, ну, не хочу. Я переживаю за такие дорогие вещи. Правильно это, неправильно. Не знаю. По мне так я вот поберегу. Пусть это будет, может быть, выглядеть некрасиво. Но, тем не менее, я вообще считаю, что лучше какие-то такие вещи убирать. И, знаете, меньше проблем, скандалов там каких-то. Ну, вообще, я считаю, скандалить, как-то ругаться на детей. Особенно чужих. Если вдруг что-то там произойдет с игрушками. Это вина только взрослых. То, что они не предусмотрели ситуацию и не убрали. То есть, я так считаю, что надо оставлять то, что, ну, не жалко. Ну, я, конечно, надеюсь, книжки рвать никто не будет, да. Уже все-таки не годовалые дети, которые не понимают, могут порвать. А остальное что-то в процессе игры, если поломается, то уже поломается. Вот. И, короче, я прощаюсь с вами. Так, тут поэтапки. И уже монтировать видео буду завтра. Получается, начала выкладывать. И с опозданием. Ну, хотя бы так. Как получается. Главное, что более-менее регулярно. Несколько раз в неделю. Все. Все. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok